В Качканаре, возле дома на предзаводской 3, в полдень, то есть вот прям посредь бело-жарко дня, приключился неравный бой между КАМАЗом и ГАЗом. КАМАЗ был на колесах, а ГАЗ был в желтой трубе, П-образно изогнувшейся над дорогой. В замесе пострадал 18-летний пацан, на которого волею небес обрушился обломок газовой трубы. Декорация такая. По предзаводской катился КАМАЗ-самосвал с эрегированным кузовом. А, нет. Итак, давайте лучше начнем с того, что в это утро рулевой КАМАЗа свой грузовик ремонтировал. А возрасту в этом рулевом было аж 82 года. Прикиньте, как человеку не хочется на пенсию. 82 года пашет водителем. Богато удивительными талантами земля уральская. По версии дедули, после ремонта он поднял кузов, чтобы прикрутить карданный вал, а потом кузов опустил. Но это же известная загадка, почти как про бегемота и холодильник. Как прикрутить кардан? Надо поднять кузов, прикрутить кардан, опустить кузов. Ключевое слово – опустить. 82-летний КАМАЗист уверяет, что кузов он после ремонта точно опустил. Но тот неожиданно и, главное, незаметно для рулевого дедушки поднялся. И на предзаводской 3 снес желтую газовую трубу над дорогой. Бывали в наших широтах случаи, когда вздыбившиеся кузова срубали целые мосты. Что уж говорить о не самой толстой трубе, лежавшей на двух опорах и сварке. Как уже сообщалось в начале этой истории, один фрагмент срубленной трубы упал на 18-летнего пешехода. Но, по счастью, обошлось без гибели и даже без особых травм. Медики парнишку общупали и решили, что синяки он сможет и дома полечить. Виновник ДТП, дорожно-трубного происшествия, здоровьем не повредился. Да, у него, собственно, и вариантов пострадать не было. Прихватил основную часть трубы кузовом и поволок за собой. Где тут повод для травматизма? Понятное дело, что на место разрыва действующей газовой трубы сразу же налетели все экстренные службы. Газовики забили вместо разрыва трубы заглушки. В общем, обошлось без взрывов и газовых факелов. Специалисты уверяют, что даже подача газа в окрестные дома не прекращалась. Что касается 82-летнего виновника замеса, то про него известно, что стаж руления у него 15 лет. Права у него действительны до марта 1927 года. В момент ДТП он был трезвый. В этом году к административке привлекался дважды. За ремень и косячную перевозку людей. Один из этих штрафов он вовремя не оплатил, за что ему гаишники выписали 20.25 КОАП за неуплату. Плюс нарисовали протоколы за отсутствие тахографа и диагностической карты. И за неисправности КАМАЗа. Как то, отсутствие брызговиков, фонари, установленные без разрешения ГАИ, износ шин и отсутствие шпильки колеса. И вроде бы все более-менее понятно, но где-то глубоко засел главный вопросик. Почему кузов самопроизвольно встал? 82-летний дедуля объяснить эту автоэрекцию не смог. А может тут вообще все очень просто и физиологично? Допустим, сероголовый КАМАЗ увидел на дороге голенькую КАМАЗиху. И природа взяла свое. Продолжение следует...